Лучшее в стране Это Таня, друзья, к нам сегодня связан с премьерой абсолютно новой песни, нового клипа «Адьос». Танечка, если до этого и так огромная армия поклонников была у тебя и 99% мужчин, даже телерадиоканала «Страна.ФМ», в общем, любили тебя безгранично, то после появления этого клипа, я не знаю, по-моему, готовы все все бросить и просто следовать за тобой по пятам, по пятам, по всему миру. Ой, ну, во-первых, спасибо за то, что пригласили. В вашей студии всегда тепло, комфортно, уютно. Спасибо. И у вас всегда прекрасные люди работают. Сколько я приходила к вам в студию, всегда такие теплые ведущие. Саша, мне тоже безумно приятно с тобой сегодня встретиться. Спасибо. В очередной раз. И, конечно же, очень круто, что вы оценили мою работу, наш клип вместе с командой, с которой мы сделали, потому что я очень горжусь этой работой. Во-первых, песня «Адьос». Давай так сразу по порядку. Да, друзья, клип, конечно, будет в нашем эфире, дожидайтесь, пожалуйста. Песня «Адьос» — она не из твоего альбома «Лабиринт», который вышел в прошлом году, мы изучили внимательно трек-лист, альбом переслушивали неоднократно, и этой песни там нет. То есть это абсолютно новая «Ласточка». Откуда она у тебя взялась? Эту песню написала преподаватель мой вокала. Вот даже как! Да, девушка из Украины. Вернее, две девушки. Мария Крес и Анастасия Бавлова. Две девушки написали, собрались так и придумали такую идею. То есть и музыку, и слова. Да, и музыку, и слова. Это их совместная работа. Оранжировку мы делали вместе с оранжировщиком уже. Немножко мы переделали текст, но это, наверное, совсем чуть-чуть подправили. Девчонки сами всё сделали. Танюша, эта песня была для тебя специально написана, или ты её просто выцепила через? Да, получилось, что я попросила, говорю, девчонки, сделайте какую-то песню для меня в моём стиле, в латинском, которую я очень люблю. И сказала, вот у меня есть одна песня «Фиолета», есть песня «Скажу я да», вот послушайте, вдохновитесь, может что-то придёт. И девчонки послушали и написали эту песню. Я считаю, что эта песня прям вот как нельзя подходящая мне. И все мои подруги, друзья сказали о том, что, Таня, это прям твоя песня. Ну, а скажи, что-то взять из «Лабиринта», например, не хотелось тебе? Или это уже всё-таки, ну, готов альбом, немножечко в прошлом, не хочется что-то новое? Нет, это вот, я поняла, что нужно разделять всегда. Есть альтер-эго, есть настоящее эго. На данный момент, вот в сегодняшнем дне песня «Адьёс» и вся латинская программа, которая поставлена у меня в концертной версии, это вот я. Есть альтер-эго, это другое, да, то есть это другой человек, это «Лабиринт». У меня даже обложка была сделана в другой цвет, другая цветокоррекция даже. То есть она более холодная, не такая тёплая. Танечка, прости, а кто сегодня у нас в гостях? Эго или альтер-эго? Я немножко запуталась, скажи. Сразу призвольте, пожалуйста. Татьяна Котова. Татьяна Котова, хорошо. А вот альтер-эго я ещё не знаю, как назовусь, когда-нибудь. Возможно, правда, как-нибудь назовусь, там, ну, Клава, образно говоря. Но только образно, пожалуйста, Клавы не называйте, хорошо? Не, ну бывает же такое, да, но и артисты, кстати, себя находят. Слушай, есть, и у вас-то есть такие проекты, даже уже в «Мити Фомина», наверняка ты знаешь, Фомка есть, да? А у «Мити Фомина», кстати, как, не помнишь? Ну, потом поинтересуешься, после эфира поищем, потому что не Митя сегодня у нас в гостях, а Таня Котова. Интересно. Танечка, ну дальше-то началось, песня появилась, ты её записала, и дальше ты сказала, ну вот теперь я покажу себя во всей красе. Ты раньше показывала во «Горячих танцах», но тут же какой-то особенный совершенно подход был у тебя, ещё более тщательный и серьёзный. Или нет? Так просто собрались и станцевали. На самом деле, в клипе просто, клип достаточно, вот прям вот сделан так, как я хотела. Снимал этот клип режиссёр Тарас Голубков, мы с ним познакомились по телефону, мы с ним не были знакомы до съёмок совершенно. Я ему рассказала о том, что я хочу снять именно клип такой, чтобы было прям танцевально, весело, задорно. И он настолько почувствовал моё пожелание, что я придумала вот этот весь режиссур, ну как, не режиссур, а сценарий. Придумал весь сценарий. Танцы мы, конечно же, с хореографом, с моим Екатериной Сурковой, придумали, поставили. Она всё время тщательно отбирала движения. У нас даже есть один флешмоб сейчас, который проходит. Давай, расскажем о нём. Ну, я думаю, что мы после клипа расскажем, просто когда уже будет понятно, о чём речь. Хорошо, договорились, так. Ну, хорошо, танцы разучили, и дальше куда вы отправились? Где съёмки проходили? Съёмки проходили. Вообще, изначально хотелось полететь в Латинскую Америку. Ну, разумеется, да. Да, но оказалось, что у него у всех есть визы, и достаточно длительный перелёт на 3-4 дня. Ну, это прям прилететь, там, 2 дня сняться, один день ещё чуть-чуть отдохнуть, если кому-то надо, или вообще сразу улетать. Вот, поэтому выбрали, что, ну, лучше на 3 дня лететь в Португалию. И полетели в Португалию, снимали клип. Толком Португалию не увидели, но настолько вдохновились. Я прям очень хочу полететь обратно, просто хотя бы походить, погулять по этим дорожкам. Очень красивая, очень страна красивая, Лиссабон красивый, красивейший город. Тань, съёмки прошли спокойно, хорошо, без эксцессов ничего не было такого, что, может быть, не было, не обошлось, да, всё-таки? Всегда всё бывает, да, у нас. Ну, давай сразу то, что не вошло в клип, то, что осталось вот там, за кадром. Ну, на самом деле, когда мы собирались и прилетели в Португалию, у нас на следующий день должен был начаться первый день съёмок клипа. Оказывается, что прилетела съёмочная команда, все прилетели, но костюмы потерялись. Да ты что! Все костюмы и все, ну, то есть для макияжа, всё-всё-всё. Даже косметики не было. Вся косметика потерялась. Как такое может быть? Потерялась косметика, расчёски, ничего особо сильно не было, поэтому всё собирали по сусекам. Насчёт костюмов мы сразу поехали в ближайшие магазины покупать вещи, чтобы снимать это всё быстренько. Такая была ситуация, что, ну, и на следующий день уже, когда уже прям полный съёмочный день, слава богу, весь нашёлся багаж, да, у стилистов и визажистов. Но вы его так и не распаковывали, я так понимаю. Распаковали всё, да, да. Потому что костюмы, конечно же, для меня и для, ну, вообще, в принципе, для меня шились отдельно, специально. Друзья, все подробности, конечно, в нашем эфире обязательно появятся ещё чуть позже. Кроме того, обязательно посмотрим вместе новый клип «Таня Котова. Адьёс». Задавайте с нами, пока прервёмся ненадолго. Лучшие в стране. Программа продолжается, друзья. Ведущая Александра Хайрулина. А у нас в гостях Таня Котова и премьера нового трека и клипа «Адьёс» в самое ближайшее время. Мы уже немножко узнали историю появления песни в репертуаре Тани о том, как проходили съёмки клипа. Теперь же я хочу затронуть прям недавнюю поездку в Лос-Анджелес. Таня выкладывала себе красивую, конечно, ну и писала о безумном количестве тренировок. Посещала там хореографические какие-то курсы и сразу же несколько видов и жанров. Танюш, расскажи, пожалуйста, почему именно там, что у нас нет своих мастеров? Ну, у нас, конечно же, есть. Безусловно. В первую очередь, конечно же, поехать в Америку. Была идея моего хореографа, моей подруги Катя Суркова, и мы вместе с ней. Она говорит, поехали, вдохновимся, потанцуем, чем-то, что-то новое возьмём, растанцуешься, как она говорит. Вот. Я так подумала, ну а почему бы и нет? Не просто поехать посмотреть страну, как обычно это бывает, да, там, и поплавать. А вот действительно чем-то новым. Вот для меня эта поездка была совершенно новая. Я, например, не только танцевала, ещё ходила на всякие фитнес-программы, там, интересные. Очень, конечно, я выходила туда полностью, все волосы мокрые, вся одежда вся мокрая. И я думаю, вот у нас таких, наверное, программ, может быть, и есть, конечно же, да, сто процентов есть. Но вот прям считаю, что это прям замена всякой коробики. Ну, это по типу зумбы. И очень здорово, что там много людей, все танцуют, все занимаются спортом, с утра до вечера все ходят, бегают. Вот как-то... Каким танцем конкретно ты обучалась-то? Я занималась различным. То есть для того, чтобы больше танцевать, потому что я не настолько профессионал, как я себя чувствую, да, ну, то есть я считаю, что нужно ещё больше заниматься каждый день. И я занималась там джаз-фанк, ходила на хай-хилл, на высоких каблуках, естественно. Какие у нас там ещё были? Ну, джаз-фанк, вот хай-хилл самые основные я выбирала. Как ты это всё... А, ещё на сальсу ходила. Ну, конечно же. Да, ещё на сальсу мы сходили. Да, но самое главное ощущение, твои впечатления. Как ты теперь, ты только в движении перемещаешься даже, как ты из пункта А в пункт Б? Ну, безумно, конечно, здорово себя чувствовать. Я себя прям чувствую по-другому. Уже как-то, знаешь, как вот повышаешь чуть-чуть уровень, и ты прям чуть-чуть расправляешь плечи. Вот. Вот попозже я чуть попозже буду выкладывать в Инстаграме тому, чему научилась, потому что у меня много всяких видеороликов именно с моими хореографиями, с хореографией, которую я впитала в себя от ведущих мировых хореографов, потому что это вот именно так. Ну, самое-то главное, что ролики. Лучше это видеть живьём, конечно, на выступлениях Тани, это сто процентов. Ближайший концерт у нас вот будет 26 апреля в Москве в Облака. Друзья, так это осталось-то уже три денёчка, даже два. Сегодня 23 апреля. Итак, давай подробно. Облака во сколько, начало? Я пока, честно, не знаю, но я думаю, что где-то в 11. Где-то есть, конечно, в интернете информация. Да, будет очень весело, позитивно, зажигательно, как обычно. Это будет программа латинская. Да, да, вот моя программа вся, с которой я выступаю. Ну, мы и называем её латинской, на самом деле, но она-то русская. То есть там звуки, всё весело, да, всё зажигательно. И я очень надеюсь, что всегда, когда человек приходит, я не то, что надеюсь, я уверена в этом, потому что, когда приходишь, всегда ощущаешь праздник. Так и должно быть, считаю, после любого концерта ты должен ощущать себя, как будто ты побывал на каком-то карнавале. В общем, карнавал ты обещаешь всем, кто придёт на твой концерт 26-го. Шикарно, Танечка. Ну, в Лос-Анджелесе помимо твоих изнуряющих тренировок были у тебя ещё и такие походы на шоу известных артистов. Вот здесь хочется узнать, на какой поход пал твой выбор и что ты почерпнула для себя. Мы выбрали, естественно, Лас-Вегас. Это, естественно, то место, где шоу, где ты ощущаешь атмосферу праздника. Ты, например, идёшь, мы вот заметили о том, что когда ты идёшь по улице, там уже везде музыка играет. Всё время везде. И мы пошли на шоу Дженнифер Лопес. У нас, знаешь, летом на набережных тоже на юге России. И я думаю, это уже музыка звучит круглосуточно. И Дженнифер Лопес тоже выступает. Ну, нет, 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 не в каждом кафе, но в некоторых. Так, в общем, ты побывала на шоу Дженнифер Лопес. Да, я побывала на этом шоу. И, конечно же, в невероятном восторге, потому что у нас такие были места. Мы находились прям вот рукой подать. Вот она. Ну, скажи, ну, тебе удалось секрет её популярности разгадать? Ну, ты же близко сидела. Ну, да, наверное. Ну и всё, я всё знаю. Нет, наверное же, сигарет популярности таких мировых известных личностей, выдающихся, сложно узнать. Но на самом деле круто, когда ты приходишь и вдохновляешься таким человеком. Ей уже почти 50 же лет. И она настолько живая, интересная, харизматичная, двигается всегда без остановки. Весь концерт, полтора часа примерно был концерт. Конечно же, там каждые три песни она ходила, переодевалась. Новый образ. Это было очень круто. И не всегда потому, что это было запланировано, я так понимаю. Ещё и потому, что случаются на сцене какие-то ситуации непредвиденные. Быть то колготки или что-то ещё. Ну, да, у неё были порваны колготки в одном месте. Она вышла. И я, конечно, была... Я удивлена, конечно. Ты кричала, Женя, Женя. Да, да. Женя, Женя. Женя, ну что ж ты? Не, ну на самом деле всякое же бывает. У нас тоже такое бывало. Выходишь на сцену и каким-то образом задеваешь колготки обычной сеткой. Это очень легко взять и порвать. И выходишь, и как бы... Слушай, костюмы концертные по швам расходятся, конечно. Так что это ещё просто мелочи. Ну, не только Дженнифер Лопес. Я даже посмотрела, где-то же у тебя ещё был поход на концерт артиста Малума из Колумбии. О, да. Это вообще... Похоже, он больше впечатлил тебя, чем Джей Лон. На Дженнифер Лопес я просто уже была. Друзья, мы прижёмся ненадолго. Танюш, сейчас всё расскажем обязательно. Скоро вернёмся. Оставайтесь с нами. Лучшее в стране. Программа продолжается. Или, может быть, на что вдохновил он тебя? Я просто удивлена, конечно же, всей вот этой латинской и испанской публике. Как только я пришла на концерт, везде были сидячие места, театральная посадка. И, конечно же, все люди сидели. Как только он вышел, все встали, и все стояли, весь концерт, все стояли, и все танцевали, пританцовывали, пели. Я не знаю просто, но на самом деле никакого супер-шоу нет. У нашего Филиппа Киркорова вообще, конечно же, потрясающее шоу. Настолько шоу-шоу по сравнению с ним. Ну вот и у Малумы, благодаря, наверное, этой музыке, всему, что вот эта музыка, которая существует, именно латинская музыка, да, она так притягивает, она настолько сильно тебя заводит, ты в таком кукураже находишься. Я вообще была вот с открытой челюстью весь концерт. У меня прям даже больше, кстати, впечатлил, чем Дженнифер Лопес. Это мы уже поняли, да, по твоим глазкам и по твоим эмоциям. Танюша, скажи, пожалуйста, ну а можем ли мы предполагать, что дальше в твоем репертуаре будут появляться песни не только на русском языке? Ну и, возможно, либо там на испанском, на португальском. Я не знаю, какой язык ты выберешь? Ну вот, adios. Это начало маленькое, поэтому я издаю вопрос, да. Пока началось так. Пока с одного слова в песне. Посмотрим, как будет. Ну, знаешь, как обычно, всегда конкурировать уже с носителем языка, конечно же, всегда сложно. Поэтому посмотрим, как будет. А вдруг я вживусь настолько в роль, что... Ну и потом пока по фразке, потом, может быть, целый куплетик получится спеть и так далее и тому подобное, да? Скажи, у тебя был кастинг объявлен в социальных сетях, набирала ты девочек в коллектив. Ты забыла уже? Смотришь так на меня, нет? Ну, просто он же так давно был. Нет, начало апреля. Я как раз хотела спросить, все их набрали, там очень требования такие были серьезные, что-то рост, 168 и так далее. Набрали? Да, да, все на месте. Сколько сейчас у тебя в коллективе девчонок и мальчишек? Или только девчонок, касалось да. Не, мальчиков мы пока не рассматриваем, пока что не рассматриваем. Посмотрим, может, дальше что-то будет, какие-то постановки. Сейчас чуть расширили коллектив, потому что не хватает обычно в запас девочек. И вот у нас также четыре танцора, да, но еще, может быть, дополнительно еще рассматриваем двух. Друзья, ну давайте мы уже просмотрим вместе клипы «Адьёс» Татьяны Котовой. Танечка, буквально вот 10 секунд, ты как-то представь, как положено, как бы тебе хотелось, чтобы люди правильно восприняли эту работу. Сейчас российский шлягер. Шучу. На самом деле, песня и клип на песню «Адьёс», которая для меня очень близка, очень характерна для меня по настроению, по атмосфере, которая передается в клипе. Я думаю, надеюсь, что всем понравится. Внимание, друзья, до экрана! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Печально вышла, не прыгай с крыши, я ухожу. Адьёс, любимый, прощай, мой бывший, свой новый адрес я не скажу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну, не знаю, наверное, ну, просто надо больше танцевать, как по мне. Всё понятно. Следующая работа твоя. Наверняка ты уже задумываешься, подумываешь, что это будет, какая-то песня. Может быть, ты уже даже знаешь и расскажешь нам. Но это точно будет, я так понимаю, в этом же стиле. Я знаю, что будет дальше, но не скажу. Но не скажу! Что же ты? Пока ещё не могу сказать. Есть очень такой приятный сюрприз. Надеюсь, что у нас всё срастётся, всё получится и будет очень здоровская песня, здоровский клип. И зажигательные танцы. Конечно. Значит, это всё-таки всё будет вот в этой самой латине, всё в этой самой истории. Дорогая Таня, так как ты вот видишь всё замечательно у тебя сложилось. То есть тут и новый клип вышел, и майский выпуск журнала «Максим». Каня, куда же без него? Да, где как бы если кто-то в клипе смотрел и говорил, ну что-то, ну вот как-то хорошая юбчонка, но без неё было бы гораздо лучше, то как раз вот в журнале «Максим» там, в общем-то, друзья, никаких практически секретов не осталось. Танюш, это же твоя не первая работа. Ну как это? Там секреты есть везде. Есть, есть. Но да, в тех местах, в секретных, есть секреты, а в общем-то, в целом всё достаточно без секретов. Это твоя не первая работа уже. Это подобного рода съёмки. Это четвёртая, по-моему, обложка журнала «Максим». И я всегда отношусь к этому не просто как, ну там, я решила раздеться, как-то так, посмотрите на меня. Нет, это должно выглядеть как искусство, должно быть красиво, должно быть вкусно, аппетитно и ещё и желание потрогать. Я считаю, нельзя просто так приходить и «давайте где-нибудь сделаем фотосессию», да? Нет, должна быть история. Поэтому мы решили эту историю разнообразить. Мы сделали концепцию, в Испании делали. Красивый фон у нас на заднем плане. И всё прям, я очень довольна этой работой, обложкой, вообще в принципе. Это очень красивая, правда, этот красный цвет, который тебе, конечно, очень идёт. Танюша, скажи, во время этой съёмки, наверное, всё равно какой-то шёл такой момент? Может быть, тебя фотографы убеждали, что можно чуточку всё-таки приоткрыть, где-то ещё больше? А ты говорила, или наоборот происходило, ты открывала, а они говорили, нет, что вы, Таня, это неприлично, мы это никогда на обложку не поместим. Ну, у нас было три варианта обложки. Ты задумалась так. Просто было три варианта обложки, и выбрали ту, которая вот попала, остальные попали внутрь. Внутри, кстати, не менее такие пикантные съёмки. Да, друзья, так что проходить надо, покупать журналы, полистать, внимательно, внимательно, внимательно всё это рассмотреть. Танюша, ну там, скажи, фотошопа много? Ну... Я знаю, что ты его вообще не любишь, и во всяком случае говоришь всегда, что в своём Инстаграм, в своих социальных сетях его практически не используешь. Ну, исключением фильтров каких-нибудь там просто... Ну, в меру, у нас же сейчас такое время, когда и фотошоп всегда необходим, и то есть без него уж никуда. Но он у всех есть, во всех журналах. Хоть и говорят, что, ну вот там, например, я видела последние обложки некоторых таких известных базар, там, ВОК. Говорят, что нет фотошопа, но есть, он всё равно присутствует, в любом случае. Точно так же и голос обрабатывают, тюн тоже. Это дань, ну, то есть нашего времени, без этого невозможно. То есть если говорят, что, ой, у неё там он затюненный голос, или сделали на компьютере, как обычно раньше говорили. Так нет, ну, это всегда любой голос, любой артист, который поёт, всегда что-то делает. Не бывает, нельзя так даже выпускать, это будет нехорошо слушаться или не будет смотреться. Но бывает всё-таки перебор, когда прям, ну, явно совершенно другой человек. И, во-первых, на картинке, и голос какой-то вдруг, даже в предыдущей песне был один. Ну, здесь можно, наверное, говорить, что распелся. Просто распелся человек. Тембр голоса, да, это уже другое, да, нельзя обмануть народом. Танюш, дорогая, я хочу, чтобы, знаешь, мы с тобой немножечко пробежались, убежали куда-нибудь, где-то чуть туда подальше, в прошлое, и поговорить про твои конкурсы. Кстати, у тебя сейчас нет желания поучаствовать в каких-то конкурсах? Пока нет? Красоты я имею в виду, разумеется. Я думаю, что и не будет у меня этого желания пока что в ближайшие 50 лет. Почему 50? А потом... Ну, а там, глядишь, вдруг решу. Мира, да, как-нибудь так, наверное. Это нет. Мне просто недавно попалось интервью, в котором ты рассказывала про свой самый первый титул «Мисс Осень 98». Звучит немножко так, как-то, не знаменонхолично, что ли. «Мисс Осень». Ну, а так, это же для тебя такая была первая победа, значимая. Может быть, первая такая ступенька, которая тебя сподвигла на дальнейшие подвиги. Мама была против этого конкурса, она говорила, зачем ты, тебе надо учиться, зачем ты себе голову забиваешь непонятно чем. Но, как правило, эти все конкурсы красоты мне всегда помогали раскрыть себя в разных местах. Например, что касается, например, конкурса «Мисс Осень 98», он проходил у нас в моем родном поселке, в котором я жила, училась. В Ростовской области? Да, в Ростовской области, да, поселок Шолоховский. И я победила на этом конкурсе, и после этого конкурса я как будто открыла себе дверь в творчество. И я занималась и выступала в КВН-ах, и мы сделали шоу-балет, в котором я была руководителем даже. И с девчонками вместе выбирали хореографию с разных фильмов и ставили постановки. А дальше, потом я участвовала в конкурсе «Мисс Экономический факультет», это уже в Ростове-на-Дону. Я победила на этом конкурсе тоже, и стала уже участвовать в других именно университетских конкурсах, и там я танцевала восточные танцы. И когда уже победила на конкурсе «Мисс Россия», я, естественно, пришла в группу «Виагра». То есть оно как-то так все вместе, как ступень одна. Ну скажи, та тогда твоя первая победа на конкурсе «Мисс Осень 98», весь этот момент подготовки, все это волнение, конечно же, тебе в тот момент мечталось о чем? То есть ты же понимала, что такое начало, некая ступень, какой ты делал идеал, к чему ты шла в тот момент? Ну я, честно говоря, наверное, в 13 лет сложно. Просто хотелось победить, я думаю, да, в этом конкурсе. Тем более, что с мамой шили костюмы, там все. Да, перешивали все, что только можно. Хотелось победить, хотя как-то даже я не верила в эти победы, но все. Я как-то так работала сама над собой, что-то стремилась к чему-то, каждый день думала об этом и победила. Не могу даже сказать, почему. И даже, наверное, когда участвовала в конкурсе «Мисс Россия», я хотела победить, естественно, но я так не выгрызалась никогда ни во что. И, наверное, и сейчас точно так же в работе. Но я ежедневно всегда работаю. Не бывает дня, чтобы я не работала над собой, над тем, что я делаю. Ну, хотя бы даже думать, придумывать, мыслить об этом. Ты молодец, Танюш. Скажи, пожалуйста, как у тебя складывается история с кино на сегодняшний день? Есть замечательный опыт, уже два фильма, как минимум, по-моему, в твоей биографии существуют. Готова ли ты и открыта ли ты к предложениям, и существуют ли они на сегодняшний день? Я, конечно, открыта к предложениям. Существуют различные предложения, приходящие на нашу рабочую почту. Но сами предложения немного не отражают меня. Они отражают просто... Ну, теперь это должны быть фильмы про Латинскую Америку, я думаю, как минимум. Ну, что-нибудь такое. Ну, посмотрим, да. Веселая, да, такая кометия какая-нибудь. Ну, на самом деле, приходят какие-то предложения, но эти предложения, они как будто бы для просто внешней красивой девушки, для какой-то модели, которую, ну, может, просто можно взять просто из любого модельного агентства, и всё. Данечка, а какой же тогда хочется роль тебе? Какую-нибудь... Драматическую? Драматическую, ну, либо драматическую, либо комедийную, как Кэмерон Диас, либо драматическую, как фильм, вот, например, как фильм, честно, хотелось сказать, быстро исчезнувшая. Смотрела фильм «Исчезнувшая» с Бен Аффлеком? Нет. Ну, теперь будем смотреть обязательно. Друзья, ну, прервёмся ненадолго, Танюш, мы сейчас послушаем твою песню «Лабиринт». Клип так и не оказался на эту песню, но есть дирек-видео. Это заглавная песня из твоего альбома, пока что сольного-единственного, я всё правильно уже говорю, да, который вышел в прошлом году. Этот альбом полностью тебе написал Макс Барских. Ему, собственно, привет сейчас и отправляем. Слушаем. Программа продолжается, друзья. До финала часа с нами ещё Таня Котова. Мы посмотрели сегодня потрясающий новый клип «Адьёс». Друзья, вы вправе, конечно, уже смело заказывать этот клип в наших программах по заявкам, дарить им хорошее настроение этим самым клипам, но и себя любимых тоже заряжать, потому что надо как-то настроение себе поднимать. Танюш, кстати, ну я знаю точно, что сцена тебя поднимает настроение. Музыка — это ты пишешь практически в каждом своём посте в соцсетях, что это твоя жизнь, это твоё дыхание, это твоя радость. А безусловно. Я когда выхожу на сцену, у меня просто... Я даже вот в этот день, когда иду на концерт, у меня ощущение того, что сегодня будет праздник. Сегодня день рождения. Да, сегодня у меня день рождения, у людей день рождения, которые прошли на концерт. А как по-другому? Я даже, например, не понимаю заунывную музыку, которая, ну, не дарит настроение. Для меня это как-то по-другому. Поэтому и можно, конечно, погрустить, но об этом никто не должен знать. Потому что в любом случае, когда мы окружаем себя людьми, которые, ну, грустные, угнетающие, у которых проблемы всё время, ну, как-то и так погружаешься в это во всём. И становишься таким же заунывным... Занудой просто. Занудой, да. Друзья, если вдруг в вашем окружении, к сожалению, есть такие люди, печальные, тоскливые, занудливые, как-то ещё выразилось... Да, в общем, приходите на концерт Тани Котовой 26 апреля и сгонять всю вот эту вот нечисть, всё вот это плохое, негативное, да. И заряжаться, конечно, солнцем, зажигательными танцами. Тань, кстати, планируешь ли ты во время концерта, может быть, какие-то обучающие показать движения всем присутствующим? У нас есть интерактив, как раз-таки, где-то в середине концерта, мы будем разучивать один определённый танец, и счастливчики, может быть, попадут на сцену. Потрясающе! Что ещё можно? Есть ещё целых три дня, девочки, если кто-то понимает, что ещё не в форме, или так вам кажется, сейчас у Тани будем пытать, как в максимально короткий срок добиться красивого тела. Таня, что ты знаешь всё про это, поэтому... Я просто думаю, что каждый день нужно, во-первых, делать зарядку, желательно, конечно же. Ты делаешь? Делаю периодически, не всегда, не могу сказать, что всегда, потому что всё время, когда просыпаешься, не всё время, но чаще всего, надо бежать. Скажи, пожалуйста, у тебя лично, если в этот день ещё и три занятия, то зачем зарядка? Тогда я танцами занимаюсь, вот в этот день, ну всегда у меня танц, можно сказать, я вот... Все 15 дней, которые была в Америке, из них, наверное, ну 5 дней я не была на танцах, 10 дней всё время были танцы, что-то, какие-то занятия, всё время, потому что я туда ездила специально для того, чтобы вдохновиться, чего-то нового узнать для себя. Ну хорошо, а что касается питания, с танцами мы уже поняли, встаём мы и сразу начинаем двигаться активно. Если я на себе не отказываю ни в чём, я, конечно же, у меня есть такие периоды, когда, например, готовлюсь к клипу или к съёмке в журналах или ещё что-нибудь такое прям очень для меня важное, то я, естественно, контролирую своё питание прям от и до и сажусь на белковую диету. То есть она в спортивной сфере называется сушка. А так я себе, ну, не отказываю ни в чём, потому что если я начну с себя отказывать, то я начинаю... У тебя ничего не останется. Я грустно остановлюсь. Вот ещё залог хорошего настроения, это всё-таки вкусняшки различные. Ну не знаю, я сегодня съела йогурт, там 0,5%, пока что я ещё... Держишься, пока силы ещё есть. А что касается вот такого твоего самого любимого блюда и, может быть, не самого полезного, то что бы ты назвала? То, без чего прям, ну, от чего отказаться, тебе крайне тяжело. Может быть, даже невозможно. Одно из любимых блюд, мне нравятся, например, спагетти в оливковом масле с таким вот чесночно-винным соусом. Да, это вкусно, наверное, очень. Ты готовишь сама, кстати? Ну, вот такие спагетти я не умею готовить пока что, но мне кажется, их несложно научиться, ещё просто не пробовала. А так я люблю готовить, но почему-то в последнее время я давно... Я вот даже не помню, когда я в последний раз готовила. Некогда просто, я думала. Да. Всё только поэтому. Да, да, да. Таня, скажи, пожалуйста, твой любимый мужчина, который мы все знаем, точнее, мы его не знаем, но мы все знаем, что он есть у тебя, потому что ты всегда говоришь, что любовь... Ну, есть же сейчас, да? Всё в порядке? Адьёс. Песня есть, адьёс. То есть... Вот и всё. Если делаем выводы, что произошло расставание в твоей жизни? А, произошло расставание. У меня как раз таки песня, она как бы была такой, как сказать, там... Точкой. Как говорят, нет, вот как говорят, что как предначертано. Я песню записала уже, была в отношениях, и случилось расставание. То есть каждая песня, которая в моей жизни происходит, она вот как будто бы вот... Поэтому я сейчас говорю, пишем позитивно всё, целуемся, обнимаемся и всё. Никаких адьёс. Друзья, знаете, что хочется пожелать? Ну, если уж так случается, что расставание происходит в нашей жизни с вами, то пусть они вот так легко и хорошо происходят. С улыбкой на лице, чтобы об этом приятно вспоминать. Ну, и есть, конечно, положительное, значит, сердце Тани свободно, и сейчас... Ну, оно не значит, что открыто для всех. Ну, не для всех, конечно, только для самых-самых-самых. Да-да. Тань, спасибо тебе большое за твою искренность и, конечно, за твой потрясающий, яркий подарок весенний, летний, жаркий для всех поклонников и зрителей телерадиоканала «Страна ФМ». 26 апреля, ещё раз давай пригласим на твой концерт. Где, когда это всё? 26 апреля в городе Москва. Бар-ресторан «Облака». Примерно начало в 11-12. Я буду всех очень ждать на концерте. Будет весело и зажигательно, конечно же. Танюш, ну и совет ещё для тех, кто вдруг сейчас, глядя на твой клип и на тебя, в нашем эфире задумался, что хочу заняться танцами. С чего бы ты посоветовала начать? С какого направления? Я думаю, что можно посмотреть, что ближе. Главное — понять, что нравится, осознать это. Например, кому-то больше нравится танго, кому-то нравится бачата, кто-то захочет танцевать джаз-фанг, да. И вот что самое главное — это ходить к разным преподавателям, набираться опытом, и потом уже можно понять себя. Ну, то есть походить к разным сначала, понять, что нравится. И выбрать для себя. Ну, или если вы сейчас на работе, то вы можете посмотреть клип Тани Кутова, ещё раз найти в интернете или в нашем эфире. Танюш, спасибо ещё раз большое. Всегда очень рада тебе. Да, я тоже очень рада. Спасибо.